Могилевшане разыкуют перейти в Новый год со значными запазками по коммунальных платежах. Хотя и не платежиков, а догольные лечбы корыстальников 2%, на их долю пришлися солидные неоплаты. На первые дни святых специалисты могилевских РКЦ наведают такие семьи, как попробовать вывезти их с платежного минусу. У микрорайоне Ямницки только в одном доме живут одразу три семьи неплатежиков. Шостей изо всех это шмадетные семьи и женщины у них не працуют. Однако дома господару не знайсти. Нам посчастило только на третьей спробе. Запазыка этой семьи Амаль 700 рублей. Вы рожаете не для государства, вы рожаете для себя детей. У вас по полному возмещению вода не считается. Вот единственная льгота у вас, которая есть. Большую участку городской запазки по мере 400 тысяч рублей устворыли недосциплинованные платежики, которые с испозднением Али погашают рахунки. Зато и же хороу социальных кватер не промусить, не выселить. В оключениях это кватеры, что с первого липения стали коммерциейным жильем. В законе написано, что если имеют задолженность два месяца за аренду, либо за коммунальные услуги, значит, подлежат выселению без предоставления другого места жительства. Вот, значит, сейчас мы очень плотно работаем с прокуратурой в этом направлении. Значит, сначала повестка вызывает их в прокуратуру, проводит прокурор с ними разъяснительную работу, беседу о том, что необходимо оплачивать коммунальные услуги. Вот, кто-то после этого оплачивает полностью. Если оплата не поступает, нет удержания по исполнительному листу, значит, подается через прокуратуру пакет документов на выселение из коммерческого жилья. До прокуратуры по инициативе ЦГИС все лето дошли 19 справа, однако господары Сваичасова погасили за пазыку и теперь по засписам должников. Справы шмадетных семьи у ЦГИС плануя накеровать органы опеки, потому что тут справа крана и не только оплаты коммуналки, а и життя малых. Седа Каспарова, Денис Бутылин, Новый мир, Радион. Субтитры создавал DimaTorzok